Доброе утро! Я думаю, очень крутые... будут очень крутые серии. Обе причем, я уверен, что и там, и там до последнего будет сохраняться интрига. Очень бы этого хотелось. Не хочется видеть, как в очередной раз Fnatic пойдут и пешком там легко всех обыграют. Хочется, чтобы была борьба, в том числе в гранд-финале. И неважно, кто там окажется. Вчера, например, TNC сумели дать бой команде Fnatic. Сумели выиграть одну карту. Разгрома мы не увидели. И TNC просыпаются. Вот все, что можно про них сказать. Наконец-то TNC взялись за ум. TNC начали доходить до финальных стадий. Потому что до этого у них действительно несколько месяцев подряд были проблемы. Это команда, которая всегда считалась одним из двух лидеров в своем регионе. Но весь 2020 год они были в спячке. Наконец-то сейчас команда играет. И я уверен, что они постараются выйти в финал. Ровно как и постараются выйти туда GeekFam. Вообще ситуация такова, что групповая стадия нам все прекрасно показала. У нас три лучшие команды уже зашли в топ-3. Именно три лучшие команды по итогам групповой стадии. Это здорово. Это говорит о том, что регулярный сезон прошел не зря. Пока мы там как-то уже сумели оценить силу команды. Ну и теперь в плей-офф эта сила трех лидеров подтверждается. Я думаю, что Fnatic, естественно, окажутся фаворитами. Безусловно. Неважно, против кого они будут играть. Но и та, и другая команда, которая против них может оказаться вполне способна дать им бой. Ну и драфты. Давайте смотреть на первую карту. Razor, Visp, Nature's Profit и Jakira. Пока что есть у TNC. Мне пока не доводилось видеть Razor после обновления. Очень любопытно будет понаблюдать, как этот герой будет себя проявлять. Против него уже берется Queen of Pain. И это всегда считалось, ну не то чтобы контроль, но как минимум хорошим пиком против Razor. На линии Queen of Pain его не боится. Visp. Под него, очевидно, должен добираться какой-то мейнкэрри. TNC это та команда, которая с Vispом играла даже во времена, когда этот персонаж не был популярен. Они с ним играть умеют. TNC с удовольствием играют в макро доту какую-то. Они умеют игры затягивать, если это понадобится. И это команда, которая вынуждает соперника допускать ошибки где-то в поздней игре. TNC же по макро. Да, возможно, лучшая команда в Азии. Возможно, в этом плане они даже поинтереснее, чем Fnatic. Беда только в том, что Fnatic на линиях сейчас всех переезжают и потом выходят в мидгейм в таком темпе, что те же TNC за ними не успевают. Это показала очная встреча в групповой стадии. Если вы ее смотрели, вы помните, что Fnatic очень легко выиграли этот матч со счетом 2-0. Вот вообще без проблем. С GeekFam, в свою очередь, Fnatic сыграли в ничью. Ну, а TNC также с GeekFam сыграли в ничью. То есть, представляете, насколько соперники все равные? Что мы сегодня вполне можем посмотреть чуть ли не 8 карт. Это будет очень забавно, но такой вариант вполне возможен. Так, в ласт пике. ТБ уходит в бан от команды GeekFam. Посчитали ребята, что именно он может появиться под виспа. Сомневаюсь, конечно, но кто их знает. Дум снова выходит на лидирующие позиции. Когда-то этот герой был тир-1 пиком несколько месяцев назад. Там, пару патчей назад. Его брали чуть ли не на любую линию. Его брали в оффлейн. Его брали на четверку. Кто-то даже пытался его на легкое использовать. В Китае в конце предыдущего патча. Также этого персонажа периодически брали в центр. И закрывали таким образом супер популярного Эмбер Спирита. Который, кстати, я его не вижу. Где он? Где он слева? Я не вижу его в банах даже. Его проигнорировали. Хотя, буквально пару дней назад. Матч, который я смотрел и комментировал. Там этот Эмбер Спирит продолжал появляться. И команды про него не забыли, я уверен. Может быть, появится позже. Может быть, не в этой карте. Но я очень сомневаюсь, что у нас Эмбер Спирита не будет на протяжении всего дня. Итак, GeekFam. Last pick. Задумались. Ну, им спорт какой-то нужен, правильно? Либо оффлейнер, либо мидер, если Queen of Pain поставят в оффлейн. Тогда какой смысл было ее брать, учитывая появление Разора? Нужна четверка какая-то по логике вещей? Сложно придумать эту четверку, я думаю. Ты тут не можешь брать какого-то Рубика условного. Тут воровать толком нечего. Ну, все, что ты свороешь, это будет не так круто. Каких-то жестких ультимейтов нет. А может, это и не четверка. Может, Doom четверка. Кто их знает? Это Виномайнсер. Это Виномайнсер. И вот тут у меня вопросы начинают возникать. А куда? Это Doom четверка действительно Виномайнсер оффлейн? Либо же как-то по-другому все будет? Нет какого-то AUE контроля у GeekFam от слова совсем. Есть точечный, но не самый надежный от Гирокоптера. Есть надежный, но не самый продолжительный от Огромага. И тоже точечный. Ну и Doom, естественно, может как-то контролить впоследствии, если возьмет себе какого-то сильного крипа, купит блинг и будет залетать. Ну и AUE контроль он тоже может обеспечить, если вдруг каким-то чудом, словным кентавром, залетит в толпу врагов. Очень я, конечно, сомневаюсь. Ну и последний пик от TNC. Я не смотрел котировки, но думаю, что TNC там будут фаворитом. Небольшим они должны быть фаворитом. То есть если там есть какой-то разрыв, то это что-то наподобие 1.6, 1.7. Может быть на них... Ну я примерно так это вижу. И появляется Spirit Breaker. Spirit Breaker в исполнении KP. В сложную линию. Это Джакира четверка, Висп пятерка от Марча, Геббина Розори, Армел на Nature's Profit. Это интересно. Это действительно достаточно интересно. Spirit Breaker гость нечастый, да и в принципе никогда им не был. Здесь он будет стоять в оффлейне. Это опять же добавляет гибкости какой-то в макро игре. Здесь TNC могут попробовать продавить с этими Фурионом и Spirit Breaker, и Виспом. То есть перемещаться по карте команда может с невероятной скоростью. И нужно как-то команде Geek Fam за ними просто успевать. А вот у них с мобильностью все очень плохо. Здесь абсолютно никого, кроме Queen of Pain, нет. Остальные герои очень медлительные. По карте перемещаться быстро не в состоянии, только через какие-то телепорты. TNC интересно будет понаблюдать, как они будут играть с позицией силы. Эта команда очень часто отдает инициативу. Очень часто эта команда позволяет играть сопернику первым номером, чтобы потом где-то поймать в ловушку, чтобы потом опять же в своей макро игре переиграть. Ну, интересно. Интересно. Понабирали TNC. Из того, что я смотрел на этом турнире, не припомню всяких спиритбрейкеров. Ну, и вчера, я смотрю, тоже этого героя не было. Был у них висп. Ну, смотрим, смотрим. Интереснейший матч. Фнатики, я уверен, будут его смотреть. Они наверняка попробуют какие-то выводы сделать после просмотра, перед гранд-финалом. Они сейчас отдыхают, они готовятся, они не устанут. Они наверняка хотят, чтобы соперники еще и 3 карты каких-нибудь сыграли. Желательно подольше и посложнее. Да, команда, которая выиграет, будет разогретой, но я уверен, что Фнатик там и папчики какие-то сутрица сыграют перед тем, как на финал выходить. Просто размяться. Кейпи уже денег просит за ивент. Паузы, паузы в очередной раз. Надеюсь, их сегодня будет поменьше на этом турнире. В принципе, почему-то в последнее время в Азии прям частенько у ребят какие-то проблемы возникают. Надеюсь, они эти проблемы никак не омрачат наш финал. Не сумеем посмотреть его в полной мере без каких-либо проблем. Да, Карло будет играть на Queen of Pain. Ой, я помню ту игру. Те, кто смотрел позавчера, я думаю, тоже помнят, как Карло было плохо, как его там избивали на одной из карт, как ему было тяжело против коллектива Адроид. Его там захейтили, конечно, до такой степени, что КДА у него был просто чудовищным. Это саппорт Виномансер. Судя по всему. Четверка Виномансер. Doom of Lane. Ну вот тут, понятное дело, будут меняться Гигфам. Они хотят поставить Queen of Pain против Разора, потому что ставить Дума против Разора это самоубийство. Это просто проигранная линия. Тут без вариантов. Поэтому, скорее всего, будет какая-то смена. Doom может пойти в центр, например, против Nature's Profit. Но не могу сказать, что и там ему будет очень приятно стоять. Все-таки у Дума не такой большой запас брони, несмотря на то, что ему этот патч брони немного добавил с нулевой. Но все равно. Пинки, которые постоянно тебя бьют, Nature's Profit, которые постоянно тебя тычкуют, у которого есть Блайтстоун. Это всегда неприятно. Плюс ты милишник. Нужно какого-то сильного крипа найти. Желательно крипа с броней. Тогда будет несколько проще. Ну и Висп. Висп под Разора. Не могу сказать, что эта связка была когда-то популярна, да, периодически. Пикалась такая дабла, но скорее так какие-то исключения под Виспа обычно другого формата героев брали. Ну и снизу сразу же пошли тычковаться игроки. Сразу же много различного рода разменов по ХП. И вот так работает Рейзер. приятно, когда ты можешь контролировать свои удары. А не как в предыдущем изменении статиклинка. Ну атаки набрал. Стоит себе Гэби и кайфует в центре. Тем временем у Армела тоже старт должен быть хорошим. Здесь Дум абсолютно ему не мешает. Именно выиграть эту линию Ку-Ку я думаю не способен. Он разве что может ее как-то отстоять для себя. Неплохо. В конце концов Ку-Ку и не мидер. И тут тоже нужно иметь опыт. И Армел здесь естественно будет доминировать как мне кажется. И Крепстат у него будет отличным. Ну и КП. КП это игрок как бы правильнее сказать. Игрок который постоянно терпит. Вот он прямо олицетворяет название оффлейнер. Герой который ходит в сложную линию ему постоянно сложно. Его постоянно там бьют. его постоянно мучают. И КП очень часто не имеет денег. На комбо он не играл. Он старается создавать пространство. Он постоянно где-то умирает. Где-то бегает. Там на абадонах. Еще на ком-то. Ну а здесь Спирит Брейкер. Причем тоже герой который фармить быстро не способен. Деньги ему придется получать скиллов. Где-то участвовать придется с командой. Вряд ли он будет каким-то богатым. По-моему люди не придумали как на Спирит Брейкере зарабатывать большое количество золота. ВБ сделали гигфам безусловно. Это здорово. Они сумели убить Джакира. Но это пока ничего не меняет. Потому что команды да по сути плохие крипстаты. Плохие они на всех линиях относительно соперника. Здесь Армел великолепно динает. Динает конечно и пеньки свои. это может быть не такие важные крутые динаи. Но он ведь не отдает их Куку. Правильно. Куку под землей способен сейчас стоять хорошо. Крипов постоянно ест. Реген отличный будет. Вот так примерно это работает. Да нет Куку молодец. Куку молодец. Он линией пока эту не проигрывает. На топе снова какой-то экшен. Снова нападает на Джакира. Джакира тяжело. Выдержать урон гирокоптера он не способен. Джакира должны второй раз убивать. Да фраг есть. И Кипи тоже не помощник согласитесь. Вот сейчас он разбегается. Тем временем Разору убивают снизу. Тут уже интереснее. Неприятно стоять когда в тебя двояда прилетает и просто тебя бьют в спину. Просто тыкают до смерти. Тяжело. В итоге смещается Тимс после телепорта приходит центр для того чтобы законтролить руну. И руна оказывается снизу. И руна который судя по всему возьмет Ку-Ку. Не пошел туда Армел. Кому-то эти руны не особо нужны. Если это не ДД например. А думаю приятно. Сейчас съест хорошего крипа. Посмотрите нашел вожака. Это атака. Это возможность более круто добивать крипов а снизу задайвили слишком далеко гигфам и зарабатывает в гэбе сразу два убийства. Реабилитировался после смерти. Зарабатывает два килла. Это первые киллы в команде. Пока счет 2-3. Крипстаты тоже стали у гигфам покруче чем были. Ну и гирокоптер на фрифарме. Это самое главное. Гирокоптер именно как кэри персонаж наверное самый сильный из тех кто есть. Уже были буквально позавчера игры где этот гирокоптер проигрывая 15 тысяч просто купил рапиру и пошел игру выиграл. Расстрелял с этой рапирой. И именно Рейвен на том гирокоптере играл. Кто-кто Рейвен точно умеет и знает что с этим героем делать. Тимса снова загнали куда-то под вышку и снова пытаются забрать. Где поддержка? Вот она наконец-то летит. Ультимойт Фуриона отличный. Тимс выживает. Убили гирокоптера и Вайтмон тоже здесь судя по всему не уйдет. У него мана есть. Он пытается сделать ТП. А вот так можно. Так пойдет. Но извините тут 17%. Они не контрятся. КП повезло здесь. 17%. Те самые. Иногда кажется что у спиритбрейкера не 17%, а процентов 70. Я думаю каждый в паблике с таким сталкивался. Бежит на тебя спиритбрейкер. Хочешь ты как-то уйти от него? А у него каждый удар баш вылетает. И ты не можешь с этим ничего поделать. Смотришь на эти 17% и думаешь нет. Что-то тут не чисто. 4-3. Давайте сразу такую таблицу посмотрим. Она будет поважнее. И в лидерах Nature's Profit. Дальше два героя GeekFam. Вообще у GeekFam пик такой где потерпеть они с удовольствием могут. В луите они не слабее точно. А у них два героя которые способны еще и деньги достаточно быстро зарабатывать. Герокоптер и Doom. Тут Doom медовый с левелом с прокачанным Девауром. Ему совсем круто. Так, марч. Развернулись. Дали пару поизонов. Кминопейн пытается уйти. Кейпи за ней. Ну что, смотрим. Ну, естественно он убьет. Есть фраг и Zeffert тоже погибает. Еще минус два от TNC. При этом сами никого не потеряли. Ладно, потеряли, но по своей же воле. Посмотрим, насколько хорошо пойдет игра у Карла. Карл такой игрок настроения. Иногда прям супер крутые матчи выдаются. Иногда сыпется, фидит нон-стоп. В центре нападения на Огрмага тяжело будет выжить. Очередной фраг в исполнении TNC. TNC, посмотрите, начинают давить потихонечку, начинают пушить, начал двигаться Кейпи. Он бросил свою линию, он понял, что там стоять уже бесполезно, он ничего гирокоптеру доказать не может, а вот так перемещаться, помогать зарабатывать команде фраги, после чего выходить вот в такой пуш с фурионом, он вполне способен. И вышка падает, вышка очень сильно просела, пытаются киквам токрана, и вот так со змейками может быть и получится. Улетает спиритбрейкер, вернуться он всегда сможет на разгоне своем, 6-й левел уже есть, поэтому на любого героя можно нападать с фурионом, им вполне вдвоем должно хватить ресурсов на убийство, никакая мобильная квин оф мейн от них не уйдет, но все остальные в принципе достаточно медленные. Дум, третий деваур, барабан и фейзи, ну это стандартный билл сейчас на дома, именно эти два предмета являются самыми метовыми, дальше частенько покупают БКБ, следующим прям слотом какая-то шива потом появляется, кираса может быть попозже, если понадобится команде, ну и блинк, где-то там в промежутке можно взять. Очень поздно выходят вагонимы, причем выходят вагонимы даже когда нет каких-то жестких пассивок, просто собирает, он сам по себе хороший предмет, против пассивок он просто суперкруто работает, КП разгоняется, но здесь Куку, здесь Куку, который просто вешает Дум и КП надо бежать, как он собирается бежать, не представляю, тут яд, огонь, огонь, яд, КП скорее всего без шансов. на Топия, прилетает Армел, очень хочется добить Рэйвена, это главная цель, сейчас стан Армел получает, но Рэйвен зажат, телепорт собьют, еще и телепорт потрачен, это огромный минус, Рэйвен сейчас вернется в игру, но прилететь куда-то не сможет, придется бежать пешком, трата времени, гирокоптер сейчас лидирует, по сравнению, ведет он Гэби, ведет прилично, Гэби надо догонять, Разорвить тоже сейчас не герой, про фарм, посмотрите, даже ультимейт этот банально не берут, все потому, что Плазмофилд очень силен стал, КД 10 секунд это крайне мало, причем урона там способность может нанести очень много, 3,5 сотни это раз в 10 секунд, звучит сильно, но играет пока без ультимейта, не особо теперь крут, так, хорошо, ловят Queen of Pain, Queen of Pain уходит, разгон от спиритбрейкера пошел, но он был слишком далеко, можно бежать за квапой, потому что блин только в единичку, квапа еще ультимейт его тратит, в итоге живут все игроки ТНС, им надо бежать, здесь кулдаун, айс пас постелили, надо отступать, или будут драться, или будут драться, Гэби без хп, нет, он дерется, понимает, что остальные герои не дойдут, макропира постелена, в итоге один в один получился не ясно, кто, что спиритбрейкер, что Queen of Pain, пока не похоже на таких прям полноценных кор-героев, оба достаточно бедные, армел везде, армел прям нон-стоп старается действовать как типичный фурион, фармит всю карту, где-то выходит в пуш, постоянно подключается к гангам, так нужно действовать, Сайленс планирует себе купить, вещь хорошая, вещь, которая против Queen of Pain здорово работает, Дума как-то можно успеть убить до того, как он кастанет свои способности, Виномансера важно убивать перед ультимейтом, а там по сути все герои такие, против которых Сайленс здорово заходит, такой универсальный артефакт получится, против абсолютно любого героя он будет полезным, все кастуют очень много, аганим планирует брать себе спиритбрейкер, но удача ему, все что я могу сказать, копить придется долго, пока купил четверть, посмотрим, в какой минуте он появится, здесь и БКБ придется покупать в дальнейшем, лишним точно не будет, это все позже, 9-5, и такое затишье у нас на карте, пока фрагов много, но я думаю, можно и пофармить немного, такая фармежка, безусловно, на руку команде Гигфам, пожалуй, все-таки, Дум, чем дольше он фармит, тем лучше он себя проявляет впоследствии со своим Девауром, ну и Гирокоптер, ему деньги нужны, Гирокоптер уже не лидирует практически, по сравнению с Разором, там разница минимальная остается, в скором времени Разор и вовсе может догнать, если команда где-то вышку заберет, либо пару фрагов сделает, так что нужно Рейвену ускоряться, ускоряться, и брать он себе скорее всего будет Ганим, или, или Аганим, да, тут как-то тоже все банально, Аганим БКБ, Сатаник, Рапира, как-то так, классическая сборка нынче, Собираются как-то толпой гигфам, прожали смок и попробуют кого-то найти, в идеале, конечно, найти кого-то из Паразор Фурион, но найдут, судя по всему, КП, который попробует уйти, а его не отпустят, потому что Ку-Ку уже с блинком, он не стал покупать БКБ, он взял себе блинк, ракета полетела в КП, Тимс все свои способности дает, чтобы помочь своему тиммейту, кроме, конечно, Макропиры, и он помогает, а Ку-Ку в свою очередь погибает, и нужно теперь Вайтмону как-то отсюда уйти, а Испас он ловит, а если поймал, то уже никуда не уйдет, разгон будет через секунду, и очередной фраг для команды Тинси, причем обратите внимание, Тинси, несмотря на то, что убивают в два раза чаще соперника, они не ведут по золоту, у них не все так идеально, по Икспе тоже преимущество минимальное, и уже пошел разгон, здесь Квин оф Пейн, но тут без шансов, не дадут даже блинкануться, хоть блинк в один, хоть в четыре, какая разница, если ты его нажать не можешь, и вышка будет падать, Глиф прожат, Тинси, Тавр забирают, и дальше будут думать, что им делать, на топе до сих пор стоит вышка, вот что можно сделать, спушить ее, но Рейвен потихонечку к Аганиму приближается, Тинси чуть ли не в первый раз там матчи повели, посмотрите, как долго преимущество удержалось, используя команду Гекфам, и вот только сейчас, Тинси, забрали лидерство, оно минимальное, поэтому ни о чем еще говорить нельзя, так, 15 минут игры ради ничего, ради фрага, уже частенько к такой минуте картина может вырисовываться, может одна из команд ввести достаточно серьезно, первый ряд вышек, например, полностью снести, к Т2 приближаться, в чужом лесу зажимать, но пока что эта игра не про это, Тинси, безусловно, более активный в плане вышек, по понятным причинам, Гекфам и бой не боятся принять, и сами вот выходят, ТВРа бьют, неплохо все для них, Тинси все-таки Тауэр потеряют, но это не важно, потому что важно, что они нападают на Рейвена, это ключевой герой в команде соперника, и он погибает, Тинси бы кого-то еще, например, с удовольствием поймали, и вот она цель, Виспо летает в одиночку, Кипи разогнался, Ку-Ку, хороший ультимейт от Квин оф Пейнт, правда, в одного героя, Ку-Ку, Ку-Ку бежит, Ку-Ку очень быстрый, у него есть блин, он уйдет, если что, там Армел фраг еще один заработал, на Габи нет смысла нападать так далеко, так как Армел был неподалеку, 2 в 1, безусловно, эти 2 в 1 в пользу команды Тинси, если герокоптер не живет, вообще любой размет будет в пользу команды Тинси, и преимущество, несмотря на то, что минимальное, тут сейчас проблема в том, что у Гигфам, все вот эти деньги, они не сосредоточены в коргероях, так как нужно, как у Тинси, например, где 2 героя очень хорошие деньги имеют, а у Гигфам, там, достаточно богатый виномайнсер, что такое богатый виномайнсер? Ну, Весел, допустим, на этом все, он больше слотов себе больших каких-то купить не сможет в ближайшие минуты, Весел, безусловно, круто, когда в команде соперника есть висп, но надо это все еще реализовать, для того, чтобы Весел работал, во-первых, нужно заряды иметь, а это фраги, эти фраги еще нужно заработать, а потом еще и с самим Веселом, с этими зарядами что-то показывать. Если в таком же темпе Гигфам продолжит убивать по полфрага в минуту, то Весел не сыграет просто, он будет бесполезным. Прозоро, Юл, плюс Худ, но здесь главным физдпейсером будет, скорее даже не он, а на Чирс Профит, нападение на Зефира. Ну вот он, Виномайнсер с Веселом. Вот его очередная смерть. Уже четвертая, 0-4-4 для четверочки. Как много четверок. А у Армела есть уже, Сайленс, и очень скоро будет Блокинг Вар. БКБ, это то, что позволит прям в эпицентр файта влетать, нажимать одну кнопку и никого не бояться, просто сильно бить. Тут еще криты бесплатные подъехали. Смоках Тинси очень агрессивно, конечно, стараются действовать. И надо сейчас просто кого-то найти. Готовы разгоняться, готовы въезжать. Вот, например, цель была простая, но не за Огром этот смок прожимался. Не для него он предназначен. Тут цели есть поинтереснее. Вот, цель номер один, которая, кстати, уже есть. Аганим достаточно плотным становится гирокоптер, почти 2000 здоровья, там ПТ на силу будет. Стан. Но в ответ разгон, в ответ четыре героя бьют Огра. И монстр килл уже у Гэби. Это после той самой смерти. После смерти он имеет восемь плюс четыре ассиста. По-моему, Гэби год лайк в этой игре собирается взять очень ранний. Зефер успел улететь. Стараются, стараются Тинси давить. Фурион отпушивает все линии, толкает ту, где нет тиммейтов. Тиммейты, соответственно, зажимают потихонечку команду Гикфам в чужом лесу. Здесь прыгает Дум на спиритбрейкер и Дум тоже тратится именно в него. Ой, не знаю, Рэйвен пытается улететь. Хватит ли урона по Рэйвену, там Юл. Джекера уже погиб. Рэйвена до конца стараются бить Тинси. Остановили Гэби, никто теперь за Рэйвеном не пойдет, только Фурион это может сделать. Фурион там разбирается тем временем против Ку-Ку. Ну и что, получается, Тинси двоих потеряли, никого не убили. И это еще не конец, потому что можно как-то раскайтить эту троицу. Гэби, безусловно, крепыш, но и его можно будет убить. Ультимейт будет нажимать. Ракета, ой, как хорошо. Ой, там Герокоптер сейчас урона внесет, Гэби дерется. Не хватит дэмэджа. Вот сюда был ультимейт Фуриона, но Армел просто улетает, нажав ПКБ, понимая, что ничего ему здесь не светит. По итогу Гик Фам выигрывает драку без шансов. Примерно вот так, 0 в 4. И заряды появились. Вот что значит приняли. Вначале показалось, что ультимейт Ку-Ку кинул, может быть, не самую нужную цель, но это позволило спритбрейкера законтролить, чтобы тот свой, соответственно, контроль не выдал какого-то важного героя, какого-то Герокоптера, у которого очень мало ХП оставалось. Queen of Pain, которую тоже за этот контроль убивают. И по итогу Гик Фам опять со своим Герокоптером играют, как им нужно. Играют очень уверенно. Все пока получается. По фрагам сильно отыгрались и время играет на них. Яша купил себе Рейвен. Видимо, решил здесь сыграть через полный статус резист. Хочет не так сильно бояться спиритбрейкера, Джакира. Ну и опять же ХП, ХП, ХП. Это все дает здоровье. И такого Герокоптера будет сложно убивать. Если он купит сатаник, то на него нужно абсолютно все тратить. И то не факт, что убьете. А игнорировать его тоже не особо хочется. Так как там герой, который способен выдать дэмэдж. Вот интересно, как будет Тинси действовать против него. Как они вообще планируют действовать в ближайшие минуты, учитывая, что игра не совсем по их сценарию складывается. Пик очень агрессивный, но эта агрессия не сказать, что работает идеально. Гиквам просто готовы. Пока Армел вселяет надежду в фанатов Тинси. Он очень богатый. Так, на топе экшн, на топе экшн, где подставляется White Mode сразу же разгон там в другую цель, разгон в Дума. В итоге Спритбрейкер просто ловит меч. Макропира постелена, но толку никакого. Армел нажал БКБ, но его просто бьют руками. Армел безусловно очень силен, но выживет ли он теперь? Думаю, до конца там еще змейки эти стоят. Вис пытается выхиливать. Нет, не выжил. Не выжил, и Тинси сыпятся. И Виномантер еще ультанул. Нужно бежать всем остальным. Нужно бежать всем остальным. Тут ракета прилетит. Разор выигрывает пару секунд, но он тоже должен здесь погибнуть. В таком случае Тинси снова проигрывает драку. Причем снова проигрывает ее достаточно разгромно. Они убили только пятерку. Все, у них нет уже возможности быстро убивать Геррокоптера. Как ни крути. А это ведь он еще даже Сию не собрал. До него не могут добраться. Вбегает Спиритбрейкер. Его принимают постоянно. Там какие-то Юлы, Инфернал Блейды. И Спиритбрейкер вообще не приносит пользы. Вот он. Четвертый с конца по фарму. Классический Кейпи. Интересно, как сейчас котировки поменяются после этого файта. Мне кажется, что команда GeekFam сейчас должна быть фаворитом. Что-то мне подсказывает. Ну, две драки выиграно подряд. GoodLight, кстати, Гэби так и не заработал. Сглазил, что ли. Гэби пытается улететь. Это был последний шанс, но тут, извините, улетает только Висп. Понятное дело, убивать нужно было именно Разора. На Рошана GeekFam сейчас, видимо, не собираются идти, несмотря на то, что двух героев там нет, двух сильнейших героев. Но у них справедливости ради нет Рошан-дэмэджа. От слова совсем. Тут надо достаточно много еще слотов. Они бы его забили, да, за счет там вардов Виномансера, например, они в четыре вкачаны. Но это все бы заняло время. Плюс много способностей в КД. И ТНС вполне после появления своих героев смогли бы прибежать и помешать. Не факт, что получилось бы, но попробовали бы точно. Ну что, возникает снова вопрос. Как играть ТНС сейчас? Чем дальше, тем сложнее. Игра не так долго длится, но уже складывается ощущение, что они затянули. Вернее, не они даже затянули, им не позволили сыграть так, как они хотели. Гигфам, эта драка в своем лесу перевернула все, и ТНС, то, что пытались заработать первые 15-17 минут, растеряли просто за две, и весь их темп сумасшедший, который они пытались задать с самого начала, он ни к чему не привел. Молодцы, Гигфам, молодцы. Гигфам на этом турнире играют достаточно уверенно. Вот ровно так, как им нужно. Где-то могли отдать карты, у них есть одно поражение в групповой стадии, поражение против Бум, где сейчас Бума, где Гигфам, напомните, когда там Бум вылетели. Первыми в нижней сетке, да? Ну, то есть групповую стадию. Именно это поражение Гигфам уже давно забыли, оно было 100 лет назад. Было 4 победы, было 4 ничьих, ничьи в принципе на этом турнире у многих команд случались, и никто не сумел пройти турнир без поражений, но они, ровно как и Фнатик, ровно как и ТНС, потерпели только по одному поражению за групповую стадию. Очков набрали поменьше, но им хватило, чтобы занять топ-3, это нормально. А затем по лузерам уверенно. Как уверенно? Нет, против Адроид была сложная серия, но это, пожалуй, чуть ли не самая сложная серия пока для Гигфам. Там этот Гирокоптер принес победу на второй карте после хорошего камбэка. Так, и здесь Армел. Дума, на него не собирается прыгать с литиматом? Нет, потому что здесь уже на помощь прилетают Геби и Марч к своим товарищам. И снова игра немножко успокоилась, а Гигфам уже ведут по золоту. Ведут уже такую сумму, которую ТНС на этой карте еще не ввели. И вот так-то. Это команда, у которой пик, если что, на лейт заточен в большей степени. И спустя 25 минут они выигрывают. Тем интереснее будет дальше смотреть. Особенно, если Гигфам поведут в этом матче. В этой серии. Гирокоптер сиаганим. И сейчас будут появляться слоты еще и еще. А тут топор летит. Кстати, обратите внимание, носит он с собой топорик. И топор будет, и топорик будет. А все потому, что Фурион уже когда был матч, не помню, кто играл против Фуриона позавчера. И там этот герой просто не бил. Потому что постоянно стоял в спрутах. СДД Гигфам уверенно бьют Рошана. Очень уверенно. Но они готовы и подраться, потому что влетает вот так вся команда. Пытаются избить Тимса. Тимса быстро убили. Ой, как хорошо он все успел выдать перед смертью. Сразу же выкупается. Но продолжение никакого урона не было под Айспас. Макропира полежала, но полежала недолго. Зефир ультанет перед смертью возможной. И хорошо, как прыгнул ку-ку. Красавчик какой, по троим. Минус Веномайнсер. Но там Квин оф Пейн развлекается. На нее уже контроля немного. Пытается увести висп хотя бы одного и дальше погоня будет за Армелом. Дальше погоня будет за Армелом и очень битые Гэби с Марчем. Армела поймали. Ой-ой-ой-ой-ой. Как все плохо для ТНС складывается. Не возвращаются. Ракета прилетает в Разора и шансов выжить у него не особо много. Да, действительно, Гэби погибает. И Рошан достанется команде Гикфам. Они еще сильнее отрываются и, по-моему, они игру эту уже сделали. Им теперь главное не налажать, мягко говоря. Сейчас игра полностью в их руках. Как бы ТНС сейчас здорово не исполняли, такое проиграть Гикфам не имеют права. У них просто герои уже сильнее и в каждой драке это проявляется все лучше и лучше. Все ярче и ярче. Сатаник сейчас будет у Гира. На Квин оф Пейн уже не хватает ресурсов. Там линка появилась. Этот несчастный спиритбрейкер в принципе пользу перестал приносить после десятой минуты. Это не вина Кейпи, это вина героя скорее. Грамотно отыгрывать на спиритбрейкере и сделать из него полезного персонажа на третьей позиции это искусство. Тройки спиритбрейкера они постоянно испытывают проблемы. Вспоминаю сразу же игру не так давно в исполнении Зая. Он там тоже играл на спиритбрейкере. Против кого они там играли? Против Юник, если не ошибаюсь. Но ведь тоже в карту могли проиграть Сикрет. Там конечно пропасть между командами в плане скилла была и только за счет этого Сикрет выиграли. Но этот спиритбрейкер он же толком тоже ничего не делал. Он просто бегал, умирал, бегал, умирал. Это просто слабый герой. Его нужно менять. Его нужно как-то поднимать, чтобы... Ему нужно найти применение. По крайней мере. Если уж не менять, то нужно, чтобы кто-то взял и придумал. А куда его вообще засунуть? На какую позицию? В каком драфте он сработает? И гигфам ведут. Ведут 7000. Какой же сильный дум. Обожаю этого героя. Я прям скучал по нему в прошлом патче. Такой персонаж тоже гибкий. На нем столько билдов можно придумать в плане вещей. И таланты тоже теперь можно думать, как качать после их изменения. Скорость, талант очень сильный. На 10 левеле многие стали отказываться от урона и брать скорость там по понятным причинам. Потому что эта скорость чуть ли не в 2 раза увеличивалась. Это прибавка настолько давала. Диваур или урон, потому что и скорость, и урон от земли вместе выглядят неплохо. И так уже качались. Вчера такое было. А по вещам там можно придумать все, что угодно. Учитывая, что ты можешь разных крипов съедать. Это дает тебе такой простор для творчества. Пока, правда, не особо рискуют. Играют достаточно просто. Шиво, БКБ, Блинк, погнали. И вот он, Сатаник. У Гирокоптера плюс 20 левел. Почти 3000 здоровья. Я хочу уже посмотреть, как Тинси будут его убивать. Или пытаться хотя бы убивать. У Розора беда в том, что банально нет дэмэджа. Он может этот дэмэдж получить. Но этого мало. У него слотов нет на урон. И он не будет бить много целей сразу. В отличие от Гирокоптера. Меня, конечно, прикалывает вот эта цифра. 90 на 17 левеле. Бегает такой Гирокоптер на 20-м. 150. А там 90. Это ж сколько нужно статиклинк держать, чтобы хоть как-то компенсировать эту разницу. Как нужно в драку входить. И Гигфам постепенно сами начинают ломать вышки. Сперед Брейкера вот успели убить. У них еще есть запас по вышкам. Все Т2 стоят. Т1 на топе до сих пор стоит. Интересно, разве что, как они будут Аеги свой использовать. Будут ли они драться с ним сейчас и пытаться его разменивать. Будут ли они все вышки забирать, что увидят на своем пути. Наверное, могут себе позволить. Я думаю, у команды появилась уверенность после того, как они три файта подряд без шансов выиграли. Без шансов для соперника. Плюс они забрали в себя Аегис. Вот так, да, можно действовать. Просто идти вперед, давить, убивать всех, кого увидят. И здесь Висп. Ой-ой-ой, как хорошо все сделал Карл. Великолепный ультимейт. Это Карл, который, кстати, годлайк свой все-таки заработал с оффлейна. Несмотря на то, что там погиб пару раз на линии. Уже минус 3 у ТНС. Гэби пытается просто спрятаться. Гигфам уже уничтожают соперника даже где-то между двумя вышками. Ничего не боятся, герои не умирают. Классно. Очень круто действует Гигфам. Три над сказаниями. Не заходят на ХГ, обороняться нечем. У них просто нет способностей для... от пуша. Есть Джакира, но он в таверне. Извините, никак. У Рэйвена по-прежнему Аегис есть и вышка падает. И можно бить бараки. Можно просто смело бить бараки. ТНС только-только сейчас будут появляться. Джакира до сих пор нет. Я думаю, что они и в пятером вряд ли что-то смогут сделать. Гигфам еще и не обязательно, ведь как-то рисковать. Можно отступить, можно там ресурсы восстановить. Можно пойти просто Т2 поломать. Да, вот он Аегис закончился. Ну, как раз. Есть повод допокупать, докупить себе какие-то артефакты. Вот у Гирокоптера бабочка все-таки будет, а не Рапира. Опять же, когда ты играешь первым номером, когда ты очень сильно ведешь, а есть ли смысл эту Рапиру покупать? Она может тебе обеспечить быструю и легкую победу, а можно ведь ее и потерять случайно. Вот она, драка. Возможно, последняя в этой игре. Дум вешается на Нейчерс Профита. Куку может погибнуть. Куку под БКБ там бегает, но нет. Не могут продавить сейчас героя ТНС своих оппонентов. Только Дума сумели убить. Уже потеряли Фуриона. Выкупается Спиритбрейкер. Тимс тоже там битый. Выкупается и Фурион. Пятером сейчас Гикфам. ТНС остаются втроем. Убили Огра. Гэби. Там Армел еще прилетел. Не знаю. Фуриона. Вернее, Рэйвена убить. Рэйвена убить. Рэйвена убить. Рэйвена убили. Это хорошо. Но Квин оф Пейн тут разбирается. Квин оф Пейн очень сильная. И Куку тоже пришел. Куку много урона получил. Сильно, конечно, накидывает Армел. Очень сильно, но еще сильнее накидывает Квин оф Пейн со своего ультимейта. Надо как-то поймать Армел. Ему сбивают телепорт. Армел после байбека минус 5. Гикфам убивают всех. А кого-то даже дважды. Минус 7. Ну что, пора ставить крест на перспективах команды Тинси в этой карте. Или еще будем искать какие-то зацепки. Карл. Какой же красавчик, конечно. После не самого лучшего старта. На вторую строчку по Нетворсу вышел. 13-4-11 играет. Молодец. Молодец, Карл. Тим все выдает, но он не может с Квин оф Пейн драться. Он не может попасть по ней скиллами. Так, здесь попытка от Марча забрать руны. Ему Куку не позволил этого сделать. Марч до второй дойти тоже не сможет. Сейчас улетит. ДД. ДД. Руна, которую должен взять себе гирокоптер. После появления он летит на Т2. Это ведь гирокоптер еще и под бафом Огра. Какую же скорость он там накидывает. Наличие Огра это тоже своеобразная альтернатива какой-то вещи и возможность действительно покупать себе просто слоты на выживаемость. На статы. Атак спид у него и так будет, но урон он с какого-нибудь слота доберет. Не стал, кстати, бабочку брать. Решил взять себя и в скаде. Плюс сливер есть. Сколько там? 50 и 7. Вдвое меньше находится в контроле. Сейчас Рейвен. 21 тысяча за Гекфам. Крайне уверенная игра от них. 15 минут. Может быть 18. Все было неплохо у ТНС. А дальше драку за дракой. Они проигрывают и уже по фрагам летят. Если помним, они выигрывали сколько там? 13-6 или что-то в этом духе. Вдвое меньше Дэбл Дэмэдж есть у Гирокоптера в бутылке. Это еще одна плохая новость для команды ТНС. Надо заходить. Надо заходить, пытаться закончить эту игру в команде Гекфам. А можно подождать Рошана. Это тоже опция. Это опция более надежная. Да, наверное, более правильная. Если уж ТНС захотят за этого Рошана драться, то Гекфам подерутся. Там никуда не денешься. Если не захотят, то он просто достанется им и на этом все. На этом игра будет практически закончена. Останется просто зайти на базу и сломать строение. Ну или заставить команду ТНС издаться. Кто-то другой вариант, я думаю, Гекфам устраивает. Достаточно продолжительная карта, хотя в Азии все такие. Вообще сложно найти игру, которая длится меньше 30 минут. ТИМС замахивается, замахивается. Не знает, в кого кастануть айспас. Там Марч, Сгэби изобретает велосипед, думает, как в спину зайти. Не знаю, настолько ли опасен Разор вообще, который в спину заходит. Сколько он вообще опасен сейчас? Мне кажется, это не герой первой позиции. Даже после изменений. Надо смотреть еще, конечно. Выборка достаточно маленькая в этом патче. Так, Гэби. Ракету получает. Дум получает. Все плохо для Гэби. Тут ультимейт от Карла. Кейпи тоже минус. Минус 2. Байбэк есть. Армел не успел улететь. Да как так-то? И Армела ловят. На этом надо идти ставить точку. 90 секунд. Тут даже Рошан будет лишним. Уже именно в такой ситуации, когда нет героев и когда дэбл дэмэдж еще работает у Рэйвена. Если он, конечно, с ним успеет до базы Довражской долететь. Марч. Там еще и Марч сейчас отъедет. Ой-ой-ой. И в трон пошли Гигфам. Вот такой старт финального дня. Вот такая первая карта получилась. ТНС со своей задумкой. Видимо, команду Гигфам не сильно удивили. Гигфам были к этому готовы. Они взяли свое. Они взяли своего фирменного гирокоптера и спокойно потерпели, как требуется. Но сейчас ТНС попробуют дать бой в последний раз. Разор застанили. БКБ он пока не нажимает. Аспас неплохой, но погибает. Следом ТИМС погибает и Марч после байбэка. Все погибают. Разгоняется КП. Ловит колдаун. И вот тоже там под фонтан уже гонят. Гэби что бьет, что не бьет. Его тычки вообще никто не замечает. И уже под фонтан полностью загнали Гигфам своего оппонента. Еще минус 3. А, ну минус 2. Там, по-моему, он до 1 умер. При этом никого Гигфам не потеряли. И надо просто эту игру закончить. Гэби. БКБ в кулдауне. Гэби бьют. 1-0. Гигфам. Классная. Классная игра в их исполнении. Практически безошибочная. ТИНС сделали ровно столько, сколько им Гигфам позволили. И я надеюсь, что ТИНС попробуют сыграть по-другому. Попробуют сыграть тем, чем они любят играть, чем они побеждают. Ну, а пока уйдем на перерыв. Гигфам 1-0 повели в этой серии. Они в шаге от гранд-финала. Если удастся выиграть 2-0, то им очень повезет. Потому что выходить против Fnatic еще целую Best of 5 серию играть и, конечно, сил столько тратить, сколько можно потратить на Best of 3 полноценную им не нужно. Далеко не уходите. Минут 10 и мы продолжим смотреть Final Zero. Субтитры создавал DimaTorzok